К сожалению, уходящий год оказался фактически потерянным с точки зрения урегулирования кризиса в этой стране. К сожалению, ответственность за это во многом несут её власти, которые на словах не перестают говорить о необходимости консолидации общества, объединения страны, а на деле ничего не предпринимают для преодоления существующего раскола и отказываются от прямого диалога со своими гражданами. Речь идёт, конечно, о Донбассе. Они также упорно продолжают не замечать страдания населения этих регионов из-за введённой Киевом блокады данного региона. Судя по последним событиям на Юго-Востоке, где на прошлой неделе произошли ожесточённые боестолкновения под Дебальцево, украинская партия войны вновь пытается взять вверх. Попытка эта основывается на отвлечении внимания жителей страны от волнующих проблем. Всю вину за трагические последствия таких безрассудных действий, естественно, перекладывается на Россию. Эта политика абсолютно безнравственная, безответственная. У нас в стране уже никого не удивляет. Она перестала удивлять уже очень многих за рубежом. Речь идёт об отрезвлении и европейских политиков, и американских партнёров Киева, которые явно выражают своё, мягко скажем, непониманием тех действий, которые предпринимает Киев. Но, к сожалению, вот такое поведение, такие действия, такие шаги стали нормой для многих представителей нынешних украинских властей. Не поддаётся вообще никакому объяснению абсолютно дикие, дикое стремление какого-то, знаете, юродства на тему случающихся трагических происшествий в нашей стране. Речь идёт и о украинских официальных лицах, и об общественных деятелях. Такой, знаете, у них такой неплохой тандем по этим вопросам. То есть, к сожалению, единство мы не наблюдаем в том, в чём оно должно быть, но почему-то часть общества консолидируется, когда что-то случается, например, трагическое в России. Вот здесь мы видим и гражданскую позицию, и остроту юмора, и какие-то художественные таланты. Просто как-то дико всё это. Вот пример абсолютно аморальный комментарий некоторых киевских политических деятелей в связи с убийством в Ангаре российского посла Андрея Карлова. Вот весь цивилизованный мир, весь, я имею в виду официальные лица, главы государств, министры иностранных дел, общественные деятели, средства массовой информации в подавляющем большинстве, ну просто все, за исключением экстремистов, террористов, игиловцев, вот все выражают соболезнования, ориентиром служит, конечно, резолюция Совета, извините, не резолюция, а заявление представителя Совета Безопасности ООН, при этом на Украине, которая провозглашает себя частью вот этого цивилизованного мира и стремящаяся к ещё большей цивилизации самой себя, не нашлось ни одного официального лица, кто осмелился бы публично хотя бы выразить элементарные соболезнования. Ведь речь идёт о человеке, который, ещё раз говорю, даже по словам официальных представителей стран, не разделяющий российские подходы и взгляды на очень многие вопросы, был выдающимся дипломатом. Ни одного слова от официальных лиц мы не услышали.